Мы продолжаем наше утреннее вещание и с вами в студии Мадина Лайпанова. Совсем скоро ко мне присоединятся наши сегодняшние гости. Ну а перед этим я предлагаю узнать, сколько градусов тепла приготовил нам этот пятничный день. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, порывы до 11-14. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 26-31 градусов тепла. И местами до плюс 25. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10, температура ночью 13-15, днем 28-30 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Категорянный пляж. Развитие физической культуры и спорта, а также поддержка перспективных спортсменов является приоритетным направлением деятельности республиканского профильного ведомства. За последние полгода спортсмены из Карачаева-Черкесии показали впечатляющий результат на соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня. Во многом это стало возможным благодаря поддержке, оказываемой Министерством физической культуры и спорта. Более подробно о том, какими выдались прошедшие месяцы и каким стартом сейчас готовятся наши спортсмены, мы поговорим с гостями нашей студии. Сегодня у нас в гостях присутствует заместитель министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской республики Андрей Евгеньевич Петренко, а также ведущий специалист отдела физической культуры и спорта Мухаммад Муслимович Гирюков. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть сегодня у нас в гостях. Сегодня у нас очень интересная тема – это спорт. В нашей республике спорт всегда в почете, собственно, культивируется, мы воспитываем здоровое поколение, и во многом это благодаря поддержке Министерства физической культуры и спорта нашей республики. Вот хотелось бы начать с того, чтобы рассказать жителям нашего региона, какие меры поддержки, собственно, оказываются сегодня ведомством, нашим спортсменам, ну и, может быть, жителям нашей республики. Министерством, на самом деле, очень много оказывается поддержки, всесторонней. Как правило, это, ну, что самое первое бросается в глаза, да, скажем так, это командирование, естественно, спортсменов на учебно-тренировочные сборы, на спортивные мероприятия. Как правило, происходит это во взаимодействии со спортивными федерациями. То есть, есть такое ошибочное мнение, что любой человек может прийти в Минспорт, да, и сказать, вот я молодец, я такой достойный, нам нужно понять. Нет, каждый человек должен быть прикреплен к конкретной спортивной федерации, да, которых у нас сейчас только аккредитованных 24, и с которыми мы постоянно работаем, наверное, порядка 30, у которых чуть-чуть закончилась аккредитация, вот, и мы помогаем еще возобновить. А какие виды спорта обычно, вот, да, вот вы сказали, федерации, это какие, олимпийские виды? Это и олимпийские виды, и не олимпийские. Большую часть поддержки у нас все-таки получают, наверное, 10 видов спорта, которые являются базовыми для субъектов. Это те виды спорта, которые показали наивысший спортивный результат, да, там, на протяжении долгого количества времени. То есть, готовится приказ Министерства спорта Российской Федерации, который определяет перечень базовых видов спорта. На сегодняшний день этих видов 10, это дзюдо, тхэквондо, самбо, гандбол, баскетбол. Еще и массовые, да? Да, очень много массовых. Вы сказали о том, что обычно через федерацию оказывается, да, вот, поддержка по отправке, скажем так, на какие-то соревнования. А как, если человек, допустим, не прикреплен к федерации, вот, как процедура происходит вообще? Он приходит просто напрямую в Минспорт и говорит, вот, я хочу поехать, или как? Есть неаккредитованные федерации, да, то есть, там, велика вероятность, что там и дети занимаются, и все остальное, ну, то есть, они потихоньку идут к тому, чтобы включить, там, получить государственную аккредитацию, которую получается в Министерстве спорта. А хотелось бы, кстати, узнать, что дает данная аккредитация, почему это важно? Аккредитация дает, как раз-таки, финансирование на всевозможные спортивные соревнования и организацию, там, турниров, то есть, непосредственно, там, какие-то кубки, медали, грамоты, может, какие-то ценные призы и, соответственно, выезд на соревнования, там, оплату судей, там, командировочных. А как вообще происходит процесс аккредитации той или иной федерации? Процесс аккредитации очень, ну, банально прост, но в то же время и вызывает несколько вопросов. Это нужно, там, подготовить порядок отбора в спортивную сборную команды Карачао-Черкесской республики, подготовить программу развития на 4 года, ну, из самых основных, и, получается, получить согласование от общероссийской спортивной федерации. Ну, Министерство спорта помогает, да, на этом пути? Конечно, вот у нас, буквально, мы ждем, когда Федерация автоспорта у нас вот сейчас получает аккредитацию, они раньше были аккредитованы, сейчас вот им сопутствуем, помогаем. Вот у них небольшая загвоздка именно в получении согласования с общероссийской. Автоспорта, очень интересно. Это вы про мотоспорт конкретно или? Нет, это вот они хотят проводить ралли-трофи, там, даже вот замахиваются на... Раньше они проводили ралли и сейчас хотят возобновить эту традицию проведения. Это мы говорим о джиперах, наверное, да? Да, и джиперы, и ралли, и... Очень интересно. Ну, в любом случае, самый главный показатель успешной работы – это достижения наших спортсменов. И, собственно, хотелось бы напомнить нашим телезрителям за эти полгода, какие яркие победы одержали спортсмены Карачао-Черкесии на всероссийской, может быть, даже международной арене успели. Мухаммад Маслимович, ну, к вам вопрос. На всероссийской арене наши спортсмены заняли порядка 150 золотых медалей. Не считая того, что они заняли в призовые места, входили, то есть по видам спорта, таким как легкая атлетика, достаточно попасть в девятку, и ты уже будешь президентом на состав сборной России. То есть таких моментов у нас очень достаточно. А какие виды спорта в основном, как бы, скажем так, у нас считаются самыми успешными? Ну, скорее всего, борьба, да? Борьба на поясах очень сильно нас уделяет и радует последние года. Также вольная борьба. Среди спорта глухих тоже мы на первенстве России заняли второе место в дисциплине «Вольная борьба». Это последние два года мы держим этот. Так что среди чемпионатов России мы пока что еще не отобрались, скажем так. Но в первенстве до 16-18 лет... Показываем хорошие результаты. Очень хорошие результаты. Мы постоянно в лидирующих позициях. Ну, это опять-таки борьба в основном, да? Дзюдо, самбо, наверное, да? Покс среди юниоров и юниорок тоже достаточно высокий результат у нас достижения. Тэквондо в прошлом году у нас было очень много результатов. Сейчас официальные старты будут у нас. Спартакяда сильнейших в августе будет проходить. Пять спортсменов нашей школы отобрались на эту спартакяду. Будет представлять наш регион. Традиционно по базовым видам спорта все ребята очень хорошо выступили. Тэквондисты, Мухаммад сказал, отобрались на первую всероссийскую спартакяду у чащихся, у сильнейших. То есть пять человек это довольно-таки много. Это каждые два года, последующих два года после проведения Олимпиады проходит спартакяда сильнейших, чтобы ребята были в тонусе. То есть пять человек отобраны, это потенциально пять человек на Олимпиаде. То есть это очень высокий результат. Ребята стараются, спортивная школа по тэквондо. Кстати, мы знаем, что у них предстоит Кубок Президента, да, по-моему? Да, Кубок Президента Союза Тэквондо России, который пройдет в городе Черкесске. Очень крупное мероприятие, которое... Позапрошлым или в прошлом году, насколько помню, даже Олимпийские чемпионы выступали. Да, 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 будущие Олимпийские чемпионы выступали. Они как раз-таки, самое интересное, я не помню фамилию, но там парень не отобрался на зональных первенствах, чтобы попасть на Россию, отобрался через Союз Тэквондо и потом попал в сборную и уже поехал на Олимпиаду. Вот видите, какие пути бывают, да? Очень крупный турнир, порядка, не знаю, там 700, там бывает приезжает человек участвовать, вот федерация и спортивная школа очень жалуются, что у нас мало оказывается мест в гостиницах, сложно размещать и большая проблема именно с размещением возникает при проведении таких турниров. Если говорить о мотивации наших спортсменов, ну понятно, всегда хочется занять первое место, это и для себя главное, но тем не менее, каким образом, может быть, министерство еще мотивирует наших спортсменов? Ну у нас в ведомстве есть Центр спортивной подготовки Карачао-Черкесской республики. Ребята, которые показали высокий спортивный результат, да, то есть это члены команды сборной Российской Федерации, да, по видам спорта могут попасть на ставку заработной платы, то есть, да, получать официальную зарплату с трудовой книжкой, с трудоустройством, с отчислениями со всевозможными. Если ты показываешь результаты, да? Да, если ты показываешь высокие результаты, входишь в состав сборной команды, да, но есть моменты, сейчас действует положение у нас, да, которое регламентирует перспективных спортсменов, то есть, есть ребята, которые, мы понимаем, что он там проиграл, грубо говоря, чемпиону там Европы сейчас, да, там в финале схватки или там еще что-нибудь, и он у нас идет как перспективный спортсмен, то есть перспективного спортсмена нам нужно чуть-чуть поддержать, чуть, чтобы у него там было с питанием хорошо, там, с витаминизацией, чтобы у него не возникало таких модальных, да, вопросов подготовки, чтобы он не переживал за них, вот, и создается специальная комиссия, где мы определяем, какой спортсмен является все-таки перспективным, да, у нас, как там он по сетке прошел, каких соревнований, то есть, есть ли у него динамика в росте, то есть, там, какие соревнования он выигрывал, что мы ждем в перспективе, то есть, садимся, непосредственно коллеги, и вот, думаем, кто у нас все-таки достоин. У нас строится множество объектов спорта, сейчас поддерживается, у нас действует субсидия федеральная, да, на закупку, там, спортивного оборудования, какие-то вот, даже не члены сборных команд Российской Федерации, а республиканская сборная, да, врача Черкесской Республики, ребята получают, там, форму, экипировку, всевозможное, стараемся поддержать, вот, Мухаммад самолично выдавал экипировку, вот, буквально недавно, они там, большой... Легкой атлетики, по-моему, сборная, да, получила, недавно? Нет, не только легкой атлетики, участников Спартакят выдали, и в большинстве случаев базовым видом спорта, и вот последний транс шел в борьбе на поясах, там, получается, Олимпийский комитет России передал Министерство спорта, и мы, в свою очередь, передали нашим спортсменам. Есть ли у нас вот такая инфраструктура, которая позволяет сегодня ребятам, и, скажем так, не из центра республики, добиться каких-то результатов? Ну, на самом деле, сельским территориям выделяется, наверное, больше даже внимания, чем городским территориям, да, в плане постройки фоков, каких-то универсальных спортивных площадок. Все-таки первоочередная задача насытить сельские поселения, да, инфраструктурой, потому что без инфраструктуры невозможно достижение никакого результата, да, и начиная от помещения, заканчивая, там, инвентарем, штангами, тренажерами и всем остальным. Вот, еще я, Мадина, разрешите, вы про поддержку спортсменов, мы забыли сказать, у нас еще есть такая штука в законе республиканском, единовременное денежное вознаграждение, вот. Я попрошу тоже опять Мухаммада чуть-чуть рассказать нам о единовременном денежном вознаграждении спортсменам. Начнем с того, кто его может получить. Его может получить как спортсмен, так и тренер данного спортсмена. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается от первенства России, начиная с первенства России и с возраста юниоров. То есть уже, грубо говоря, 16 лет спортсмен, занявший хотя бы третье место, может рассчитывать на денежное вознаграждение. Там абсолютно минимум документов, необходимых для выплаты этих денежного вознаграждения, которые можно собрать за два дня. И каждый год по итогам года мы выплачиваем это. Во всех федерациях, ну, по всем видам спорта, правильно? По всем видам сверху, абсолютно. Даже по тем видам спорта, которые не аккредитованы федерацией у нас. Если спортсмен показал результат, представлял наш регион, мы выплачиваем. Вот сейчас заговорили о первенстве России, да, ну, в принципе, по любому виду спорта. Правильно ли я понимаю, что если человек отобрался на первенстве России, ну, прошел его, то он автоматически попадает в сборную страны, да, на международные какие-то соревнования? В сборную страну он попадает, он может попасть как в основной состав, так и в резервный. То есть от конкуренции вида спорта. Конечно, абсолютно это престижно. У них есть все шансы для дальнейшего. Они их уже, грубо говоря, берут на учет, Российские федерации. Поставили на галочку, да? И эти спортсменов и зовут постоянно на сборы. Другой уровень, да, получается? Абсолютно. Вот я, к чему этот вопрос был? Мне интересно, среди спортсменов Карачао-Черкесии много ли вообще, ну, скажем так, участников сборных нашей страны? Ну, если я не ошибаюсь, порядка 80 на сегодняшний день. Ну, это большого количества. Да. Ну, на самом деле, очень хочется достигнуть показателей 100. Там чуть-чуть другая субсидия будет распределяться, да. То есть мы планомерно идем там к этому показателю и стараемся. Там просто субсидия есть до 100 человек сборников. От 101 до 200. То есть не хватает чуть-чуть, да, вот чтобы этот... Ну, в этом году у нас результат по сравнению с 2021 годом, ну, то есть мы уже за первое полугодие, наверное, достигаем показателей предыдущего года. А чем это поусловлено, на ваш взгляд? Это из-за пандемии или все-таки условия поменялись как-то? Все-таки условия финансирования благоприятно сказываются, да, на подготовку спортсменов, на выезд, на командирование. То есть самое главное в подготовке, это все-таки у нас остаются учебно-тренировочные сборы, куда ребята выезжают, готовятся. Может быть, в другие регионы, либо, ну, чтобы получить какой-то опыт, может быть, приглашают тренеров сборных команд Российской Федерации. Но сбор, который там проходит раз в полгода, человек заряжается, будет там 21, там 14 дней, неважно. Главное, чтобы эти дни прошли, как вот каждый день тренировка, там, трехразово, и морально подготовился, и общую физическую подготовку свою поднял. А у меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, в нашей республике ведется ли какая-то работа, или уже проводятся сборы, вот, ну, скажем так, может быть, всероссийского уровня, или окружного, или, может быть, планируете какие-то, по каким-то видам спорта такие сборы проводить? Проходят, приглашаются, да, приглашают специалистов, выезжают. Они просто немножечко так кулуарно проходят все-таки сбор, он больше носит такой характер. Закрытый, да? Закрытый, да, характер, поэтому мы не особо слышим и видим, да, вот. Вот, очень много, на самом деле, к нам приезжают готовиться в высокогорье спортсменов, там, лыжники, велосипедный спорт, там, каратисты, дзюдоисты приезжают в высокогорье, в Архиздамбай, чтобы провести сборы. Ну, у нас идеальное, так, скажем так, место для таких вот подготовок. Ну, близимся к идеальным, хотелось бы там больше инфраструктуры, хотелось бы инфраструктуры, еще спортивные, да, высокогорье, какой-нибудь там базы, ну, если Министерство спорта Российская Федерация одобрит там наши заявки, наши просьбы, то будем надеяться, что в ближайшее время, может быть, у нас будет такой оплот, скажем так. Где можно проводить учебно-тренировочные сборы уже в республике и не тратить колоссальные средства на именно командирование в другие субъекты. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас такая, ну, скажем так, обстановка в мире, да, непростая, и это в том числе коснулось наших спортсменов, и по многим видам спорта их отстранили от участия в международных соревнованиях. Как сейчас вот проходит, ну, вот, допустим, человек прошел первенство России, а дальше, как бы, по идее, первенство Европы, мира, да, но если он сейчас не участвует, ну, скажем так, не допустили. Вот как складывается судьба спортсмена, то есть, может быть, я не знаю, присуждение каких-то категорий, там, мастера спорта или еще что-то. Сейчас международные турниры не все отменили, да, то есть некоторые там, которые проходили в СНГ, там, то есть они также будут проходить и допускают наших спортсменов. Некоторые соревнования, да, мы, то есть Министерством спорта Российской Федерации было принято решение сделать альтернативный старт. Что это значит? Это мы делаем турнир, который был там всероссийский, стараются сделать статус ему все-таки международного и пригласить туда дружественные страны. Так, ближайшие старты еще только будут впереди, мы надеемся, что все-таки они будут с энтузиазмом точно так же принимать участие. И, насколько я знаю, Мухаммад, наверное, мне подскажет, Минспортом России было принято решение или рассматривается о том, что приравнять всероссийские такие международные старты к... Международному классу, международному уровню. Ну да, министр физической культуры и спорта вот в прямом эфире региона, он говорил о том, что рассматривается возможность того, чтобы присуждать, да, как мастер спорта международного уровня, насколько я знаю, если вот человек взял Россию, допустим, по какому-то отдельному виду спорта. Что ж, если говорить о перспективах, да, полгода прошли, мы, вернее, наши спортсмены получили более 100 золотых медалей, а если говорить об оставшихся полгода, какие планы, может быть, ожидания от предстоящего полугодия? Ну вот, как Мухаммад сказал, готовятся спортсмены на важный старт, всероссийская спартакеда сильнейших, потом будет у нас проходить одно из крупных мероприятий, о котором мы уже говорили, это соревнования под тэквондо на кубок президента СТР, в связи с командой России международный турнир, сейчас идет согласование, и у нас в Карачаево-Черкесской республике пройдет один из этапов всероссийской спартакеды сильнейших, это маутинбайк в поселке Архыз, вот, к которому мы готовимся, это вот из ближайших, наверное, мероприятий, а также нас ждет открытие стадиона. Ну, в честь столетия. А вообще, наши спортсмены, может быть, в других регионах будут участвовать в каких-то крупных соревнованиях, где у нас есть, скажем так, надежда особенная, что мы получим какие-то медали, есть такое? Ну, чемпионаты и первенства по видам спорта еще будут осенью. В большинстве случаев это дьюдо, тэквондо. У нас есть все шансы попасть тоже, отобраться в сборную. И все, по легкой атлетике, в принципе, первенства прошли. Но чемпионатов, в принципе, по легкой атлетике еще будет три по разным дистанциям. Там же есть дисциплина 200-400 метров, толкание ядра. Так что у нас тоже сильные спортсмены, очень усиленно готовились весь год. Поэтому у нас большие надежды на них. Что ж, на этой позитивной ноте я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали о том, какие меры поддержки сегодня получают наши спортсмены. Мне хотелось бы пожелать удачи в работе министерству и, собственно, нашим спортсменам, чтобы они достигали все больших успехов и зарабатывали больше медалей в копилку Карачаева Черкесской Республики. А я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Продолжение следует...